Доброе утро! Возможно, некоторым в это трудно поверить, но оказывается, утро самое счастливое время суток. И доказательство тому наибольшее количество жизнеутверждающих записей в интернете, нежели днем или вечером. Такой всплеск позитива ученые объясняют очень просто – отсутствием стресса в ранние часы. Именно поэтому утренние эспрессо и я, Екатерина Тарасевич, постараемся поддержать положительную динамику вашего настроения. Ну а результат, надеемся, будет закреплен в отличном расположении духа. Всем хорошего начала дня! Сегодня в утреннем эспрессо. Отзывчивые сердца Барановичского района. В теми дня поговорим о проекте «Показанию помощи пожилыми волонтерами своим относильчанам». Кто сказал «Мяу»? В Брестском областном краеведческом музее работает выставка «Мурлыкающий март». Первым делом, первым делом самолеты. Своими версиями о том, как крылатая машина держится в воздухе, поделятся наши человечки. Весь мир – театр. Можно ли раскрепостить ребенка с помощью театрального кружка? Ответ узнаем из беседы с гостем программы. Сегодня 5 марта, среда. Этот день в народном календаре отмечен как день катыша. Объяснение такому названию очень простое. Именно в этот день в последний раз катались с горок. И при этом приговаривали. Зима на исходе, так успей на санках покататься. Считалось, что кто дальше всех укатится, тот счастье свое продлит. В этом году зима не баловала нас возможностью вдоволь покататься на санках, но зато порадовала нас своим ранним уходом. Ну, хотя, учитывая непредсказуемость погоды, кто знает, может еще и придется заглянуть на антресоль и расчехлить лыжи или коньки. Однако не будем загадывать. И прямо сейчас познакомимся с прогнозом погоды на сегодня, 5 марта. Партнер прогноза погоды – компания «Санта-Брэмар». Продолжение следует... Для старшеклассников весна – время, когда они вовсю готовятся к грядущим испытаниям. Замечу, что сегодня начинается регистрация на профессионально-психологическое собеседование, а само интервью пройдет в традиционные числа с 5 по 30 апреля. На Брещене собеседование можно будет пройти в Барановичском госуниверситете по специальностям правоведения, экономическое право и государственное управление и право. И в Брестском университете имени Пушкина, который приглашает будущих журналистов и юристов. Регистрация на собеседование продлится до 31 марта, так что еще есть время определиться с будущей профессией. А вот сориентироваться в многообразии статей региональных газет поможет обзор прессы. Практически познавательное приложение «Вечерочка» расскажет о современных приемах распределить пространство комнаты так, чтобы в ней было уютно всей семье и нашлось место для уединения каждого. Подробнее расскажут корреспонденты «Вечерочки». Более 210 миллионов рублей, полученных незаконным путем, и 65 миллионов в виде административного штрафа пришлось уплатить жителю Барановичей, долгое время занимавшемуся незаконными валютными операциями. Подробности в Барановичской районной газете «Наш край». Престольный праздник отметил Лунинецкий храм иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». Своим присутствием торжество благословил архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. Об этом в сегодняшнем номере Лунинецких новинок. Деревенское подворье со столами, накрытыми разнообразными белорусскими блюдами и напитками, веселые песни и танцы – так выглядел актовый зал Лунинецкого политехнического колледжа. Там проходил второй этап 8-го республиканского конкурса декоративно-прикладного искусства «Белорусский венок». Более подробно в Лунинецких новинах. Как формировались фамилии, откуда пришли, элементы каких языков в себя включают. Вопросами происхождения местных фамилий увлеклись корреспонденты пружанской газеты «Районные будни». Гимназия в Белоозерске – единственная в районе. Особый статус этого учебного заведения ко многому обязывает. Чем живет коллектив, что его волнует? Об этом на страницах Березовской районной газеты «Маяк». Нужно ли уметь сегодня самому сделать табуретку? Вопрос риторический. Зачем тогда в школах уроки трудового обучения? Об этом разговор с учителем труда Малечской средней школы Березовского района, ученики которого неоднократно побеждали в областных и республиканских олимпиадах. Читайте «Маяк». В Березовском историко-краеведческом музее хранится немало свидетельств героического подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Среди них ордена и медали солдат Победы, военные трофеи и документы, воспоминания участников войны. Об уникальных экспонатах в новой рубрике «Маяка. История одного экспоната». О чем прочитать? Узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». А сейчас мы поговорим о проекте, о котором уже неоднократно писали областные печатные издания. Называется он «Отзывчивые сердца» и реализуется на территории Барановического района. Суть его заключается в том, что волонтеры пожилого возраста оказывают различную помощь своим односельчанам. Ну и все подробности мы узнаем прямо сейчас у нашей гости в студии Снежана Мороз, директор государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Барановического района». Снежана Васильевна, доброе утро. Доброе утро. Ну вообще удивительно слышать, что мы привыкли волонтеры, да, это обычно молодые люди, а тут пожилого возраста люди оказывают помощь своим односельчанам. Это такое ноу-хау, если можно сказать, вашего центра, или уже это нечто подобное было у нас? Да, практика в республике есть, но мы посмотрели уже, исходя из собственного опыта по проведению различного рода мероприятий, что наши пожилые на данный момент, они не только активные потребители социально-бытовых услуг, но они в любой момент, в любую минуту сами готовы прийти на помощь. И вот в связи с этим, когда мы уже действительно поработали, посмотрели, мы видим, что это достаточно такой высокий потенциал у нас еще есть. И вот была, скажем так, продумана вот эта идея по реализации такого проекта, как «Отзывчивые сердца». Основная идея была его, чтобы развить практики самовзаимопомощи среди пожилых людей. Это получается такая двусторонняя, да, пожилые люди и заняты каким-то делом, при этом еще оказывают помощь, да, и им односельчанам, которым они помогают, опять-таки же польза. Когда они знают друг друга, это только большой плюс. В основном у нас реализация этого проекта, она велась в тех населенных пунктах, где нет медицинских учреждений. И, в принципе, у нас тоже была своя цель, скажем так, при реализации этого проекта. Если уж говорить, что, в принципе, когда идет профилактика основных осложнений после инсультов, инфарктов, миокарда, естественно, скажем так, когда не допускаются вот такие осложнения, люди к нам на обслуживание приходят в достаточно активном еще состоянии. Им нужна минимальная социальная помощь. Внимание, да? Внимание, где-то минимальный набор социально-бытовых услуг. В рамках реализации проекта мы закупили тонометры, глюкометры, электротермометры. Наши волонтеры пожилого возраста прошли обучение. Специалисты организовали как нашего центра, так же мы привлекали медицинские учреждения. Наши волонтеры присутствовали на занятиях школы социального работника, на которых выступают у нас и представители РОВД, ГРОЧС, то есть различного рода специалисты. И по итогам обучения мы разработали методические пособия для наших волонтеров, где были указаны вообще сами меры оказания первой помощи и указаны телефоны экстренных служб. То есть, я так понимаю, контакт так и происходит, да? Нуждающиеся в помощи набирают вот этот номер телефона и волонтеры уже приезжают к ним, да? Да, да. Приезжают, скажем, еще один момент, мы приобрели и велосипед, чтобы наши пожилые волонтеры смогли вовремя приехать. Но я хочу сказать, что по результатам, вот если говорить уже о полученных результатах, действительно пришлось в процессе реализации проекта вызывать несколько раз скорую помощь. Своевременно измеренное артериальное давление показало высокий уровень и волонтеры вызывали скорую помощь, но и своевременно была оказана уже медицинская помощь. Скажите, Снежина Васильевна, как вот отзываются вот эти односельчане, которым помогают? О том, что к ним приходят в гости какие-то их знакомые там бабушки, возможно, даже, да? Как вот они отзываются? Это положительные, как от самих односельчан, наших волонтеров, так и от их родственников. Потому что, скажем так, этот момент, который задействован в реализации проекта, то есть оказание вот этой помощи, это, конечно, очень важно. Но само общение, это тоже дает большой плюс. Поэтому где-то под предлогом может быть, что вот нужно измерить артериальное давление, либо уровень глюкозы. А, пообщаться, да. Да, происходит такое действительно приятные моменты общения. И, скажем так, между собой просто меньше становится этого чувства одиночества. Ну, я знаю, кстати, да, и по своей бабушке, насколько это важно, не оставлять пожилого человека в одиночестве. Поэтому одни плюсы на лицо от этого проекта, это явно. Но у вас, помимо отзывчивого сердца, да, проекта, множество и других интересных идей. Вот Олимпиада прошла, где в знании компьютера соревновались опять-таки же пожилые люди, да. Что еще? Вот буквально несколько слов, какие интересные проекты, может быть, в ближайшее время будут проходить? Ну, если говорить об прошедшей Олимпиаде, это было подведение итогов нашего совместного сотрудничества с Клубом деловых женщин города Барановичи Престиж. Мы вместе реализовали уже два социальных проекта, в рамках которых мы обучили 80 наших жителей Барановичского района старшего возраста. И вот состоялась Олимпиада, подведены итоги этих проектов. Сейчас, если уже говорить про текущий год, 2014-й он у нас такой знаменательный. Мы празднуем 70-летие освобождения нашей республики немецко-фашистских захватчиков. И опять-таки с нашим Клубом деловых женщин Престиж сейчас реализуется социальный проект, гуманитарный социальный проект «Знаки нашей памяти». На сегодняшний день мы еще участвуем в реализации белорусско-голландского проекта «Дом там, где сердце». Этот проект, он рассчитан на 2013-2015 год. Реализуется он на территории пяти регионов нашей республики. Ну и вот в Брестской области это Барановичский район. Основная цель этого проекта это ранняя профилактика семейного неблагополучия. Достаточно обширный перечень. Тем более я знаю, что Снежина Васильевна, вашу работу, работу Барановичского районного центра территориального социального обслуживания была отмечена и руководством области. Поэтому мы желаем вам дальнейших успехов. И благодарим за вашу работу, результатом которой являются улыбки, хорошее настроение пожилых людей. Они не чувствуют себя одинокими. Мы всегда рады видеть вас в нашей студии. Спасибо. О проекте по оказанию помощи волонтерами пожилого возраста своим односельчанам «Отзывчивые сердца» говорили сегодня со Снежаной Мороз, директором государственного учреждения территориальный центр социального обслуживания населения Барановичского района. Ну а нашу программу продолжит череда событий прошлых лет. Предлагаем вашему вниманию исторический календарь. 1867 год. Был получен патент на пресс, позволяющий скреплять металлическими скобами листы бумаги. Позднее это приспособление назвали степлер. Обслуживать такую машину было довольно сложно. При повторной загрузке оператору приходилось выбивать степлер молотком. 1921 год. Родился киносценарист, драматург, заслуженный деятель искусств Михаил Березко. Автор сценариев документальных и научно-популярных фильмов «Минц. Город-герой. Дети Брестской крепости». Художественных фильмов «Черная береза. Последний шаг». 1936 год. На свет появился Владимир Маслаченко. Футболист, воротарь московского «Спартака» и сборной СССР. Являлся заслуженным мастером спорта, а также известным спортивным телекомментатором. 1946 год. В американском Фултоне Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, в которой сказал «От Чечесина на Балтике до Триеста на Адриатике над Европой опустился железный занавес». Это событие стало чуть ли не официальным объявлением холодной войны Советскому Союзу. 1961 год. Свой день рождения отмечает популярная актриса театра и кино Елена Яковлева. Ее дебютом в кино стала картина «Юнстон».